Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Антон Игоревич и Антон Игоревич со мной Мы будем сегодня рассказывать наши любовные истории Зашкварные любовные истории Или просто зашкварные истории, если не было любовных Сексу Примерно так Мы просто взяли слово зашкварные истории и вставили туда любовные Это никак не связано с другими зашкварными историками Мы, короче Мы, это я Антон и Антон Будем готовить шарлотку Это такой пирог яблочный Да, я знаю Имя такое Имя пирога Имя которому шарлотка, правильно? Всем привет, дорогие зрители Давай конкретно ты начнешь Давай Антон начнет Всем привет, дорогие зрители Сегодня мы находимся на канале Руслан Кузнецов И сегодня в нашем эфире будет шоу, которого еще не было Это шоу выходит впервые Сегодня мы будем готовить пирог Имя которого шарлотка И во время приготовления будем делиться с нашими друзьями зашкварными историями, которые случились с нами на фронте любовных отношений Давайте же посмотрим, что из этого получится Не переключайтесь Тебя на новой таки не взяли, да? Давай удалим, хорошо Поехали Как готовить шарлотку? Ты серьезно? Ты не умеешь? А мы будем готовить Короче, я сейчас дам задание всем Антон Да Задание тебе Какой Антон? Антон Игоревич, который Тебе нужно будет помыть яблоки, нарезать их так дольками, чтобы сердцевинки не было Я ебал этим за ним Ну это смотрится уже как будто мы будем готовить Да, это прям реально кулинарный Так, белки взбить с половиной стакана сахара У нас нет белков Есть У тебя нет стакана Они отдельно в яйце, наверное, просто Вот, есть яйца Ладно, показывай один раз прикол Нет, Ток, может не надо Один раз, Антон У меня получится, отвечай Ты слева, с этой стороны, если что, справа Потому что у него, скорее всего, получится Ааа Ты смотри У меня получилось Наверное, ну, может не стоило Ну давайте Ооо, ид�� я был реально против этого Я его ее разобью Не, не мы поймаем Красный Идеально, все получилось, не хватало, чтобы отдельно белок отделился. Шаш. Хорош, получилось. Ты, короче, должен отделить белок из желтка. Я ни разу этого не делал, это нормально. А я яблоки тоже никогда не резал, думаешь, мне легко? И давайте наконец-то думаем, кто рассказывает первую историю. Давай, ну, реально, вот самое такое. А я буду пробовать, да? Трешовое? Вот прям, жестяк какой-то. Ну, без имен. Без имен лучше. Раз, два, три. Давай, кто из вас? А, кто проиграл? Ю-зэ-фа, 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 Ю-зэ-фа. Да, конечно же. Все, рассказывай первую. Хорошо, начнем с лайтовых историй, да? Да, конечно, с лайтовых. Ну, таких лайтовых, но... Ну, у меня просто одна из коротенькая, она очень смешная, очень дурацкая, очень дурацкая история. У меня еще не было никогда секса. До этого. Но очень хотелось, да, в лагере, мне лет 16, я не знаю. После дискотеки мы пришли, и мы лежим с девочкой в кровати, и она на ухо говорит, а хочешь я тебе, типа, отцесу? Вот так? Да, 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 она стоит по 16, и я такой, ну, я ж блин, ну, я не рассказывал, я ж говорю, что у меня якобы уже был секс, и я такой, да, мне на самом-то деле по барабану, она говорит, ну, окей, и все. И не было ничего. Ты капер, ты такси. Вот так вот. А если честно? А не пошла бы ты, дорогая? Вот так бы я, вот так вот, я проебался первый секс. И ты, и ты, ты расстроился вообще? Ну, конечно, а что мне уже было? Говорит, нет, давай, я передумал. Я говорю, да не, на самом-то деле по барабану, не сильно надо, на самом-то деле. Она говорит, ну, окей. Я думал, что ее наоборот, это, понимаешь, заденет, и она такая, ах, да, ну, давай, сейчас я покажу, как нужно это делать. Хорош. Ну, не сработало. Девочка думает, ну, ну, что? Всем привет, ребят. Сейчас я вам расскажу свою зашкварную историю. Я еще не целовался ни разу. Сейчас. Даже не целовался? Да. Это, наверное, класс девятый, я думаю. И была одна девочка, которой, я так понял, я понравился. Она мне в школе об этом сказала. Как ты понял? А как? Так я понял. А она сказала, и ты как-то понял. Пацаны и намеки. Вот лучше, лучше просто сразу сказать, ты мне нравишься. А что, там так на шалутку пойдет? Нет, какой ужас. Тоньше надо, Антон. Прошу прощения. И я думаю, все. Это шанс первый раз поцеловаться. А сексе мысли не было. Сколько нужно яиц? Четыре. Подожди, стоп, это уже пятая. Давай у нас будет необычная шарлотка. Ну пусть будет пять. Да, так-то у нас наверняка она будет самая обыкновенная. Рассказы. Так вы не слушаете. Я слушаю. Чем закончилось? Ты догадался. Всем привет. Когда мне было 13 лет, и я был в девятом классе, я ни разу не целовался. И я понял, что я нравлюсь одной девочке. Я догадался, она мне сказала об этом. В этот момент я осознал, что на самом деле теперь это мой шанс поцеловаться. Что я сделал? Первые две недели ничего я не сделал. Не знаю. Просто я знал, что я ей нравлюсь. Ну не знаю, я стеснялся, переживал. Ты боялся к ней подойти? Ну скажем так, не самая презентабельная женщина в моей школе. И однажды, когда она была у меня дома, а я сидел и играл в компьютер, а она сидела сзади с моей сестрой. Сестра вышла, она подошла ко мне и говорит, я тебе нравлюсь. Я говорю, да, как ты можешь доказать это? Серьезно? Как ты можешь доказать это? Ты же поклялся, да? Я клянусь. Я сижу вот так за компьютером, она подходит так, как ты. Давай, давай, давай. Нет, я не хочу с тобой это проиграть. Давай, давай. Я не хочу с тобой. Чтобы понятно было, как это. Хорошо. Обещай, что не поцелуешь меня, когда я скажу. Хорошо. Я вот так сижу, играю в компьютер. Антон, я тебе нравлюсь? Да. Как ты можешь это доказать? Я поворачиваюсь, беру ее за шею, резко наклоняю к себе и мы ебашемся зубами. Просто зубами. Покусали друг друга. Я слышу, как мы стучим зубами, я убираю ее голову и говорю, вот так. А у нее кровь, кровь изо рта. Вот так вот. А у нее небо растерто. У нее клыки пошатрулись внутрь от поцелуя. Я сам сижу и думаю, ебать, больно целоваться зубами. Не люблю целоваться. А у нее был до этого поцелуй, как думаешь? А после был? Как думаешь? Физически невозможно было это сделать после. Я понял, что целую себя так себе, наверное. Теперь моя история. Был я в лагере в Крыму. Я танцевал с девочкой. Ну вот в лагере в детском. Мне 12 лет. А я сказал, что мне 16. Ты сказал, что тебе 16? Да. Ну это такая история, очень плохая на самом деле. Не, это не буду рассказывать. Ты сейчас издеваешься? Не, не, ты уже начал. Давай, давай, давай. Я просто подумал, что я, ну, я очень плохо поступил. Ну окей. Ну так и расскажи. Это за шквар. Думаешь, я когда зубы выровняла эта девочка, я остался молодцом? Ну хорошо, за шквар, ладно. Я тоже расскажу очень плохую историю, когда я был дураком. Не переживай. Я очень плохо поступил. Ну в общем, если ты меня видишь и если ты меня смотришь, прости меня, пожалуйста. Так тебе не надо. Мразь. Я очень плохо поступил, я не слишком жестко с ней сделаю. Она была не самая красивая на всей там дискотеке. Но она мне понравилась. Она была старше. Ей было 16, как она сказала. Но я думаю, что будет 15. Но по факту тоже 13. Ну она была явно старше меня. У нее была уже грудь. И ребенок рядом. И муж. Она на ней там ходила. Ой, блин. Ну у нее же грудь была такая прям мясистая. Именно мышцы. Да. Танцевали, танцевали. Она такая говорит, пошли целоваться. Ну блин, не 12, а конечно. Это так работает. Пошли. Я до этого уже целовался один раз. Но типа думаю, все, буду еще раз целоваться. Буду крутой. Мы идем с ней, целуемся, целуемся. Уже все тут болит. Уже знаешь. Как будто тебе душу высасывает через губы. Берет мою руку. И такая себе тут сюда кладет на грудь. Я такой думаю, все. Это джекпот. А на лифчике была? Я трогаю ее грудь. Я трогаю ее грудь. Потом снимаю ей лифчик еле-еле. Да. Трогаю ее за голую грудь. Потом хочу уже думаю, ну все. Надо попробовать там потрогать. Потому что другого шанса такого не будет в жизни. За колени ты имеешь в виду? Да. Ну, она мне не разрешила там потрогать. Я такой думаю, ну ничего. И я ее как убью. Прости меня, пожалуйста, если ты это смотришь. Я неправильно поступил. Какой кошмар. И мне так все понравилось. Я прихожу пацанам, рассказываю. Все, пацаны, я там это делал. Они такие, а с кем ты был? Я говорю, ну вот эта вот девочка. И что, с ней? Серьезно? Та фу. Она реально симпатичная была. Я такой сижу, понимаю, что я должен был быть крутым. А в итоге я не крутой, знаешь. Я сразу говорю, это очень плохо. И я, короче, в итоге на следующий день с ней встретился. И мне сказали, что она целовалась с другим. И она мне типа изменила. И типа с ней расстался. Хорош, у меня есть очень похожая история. Уже, ну, прошло время. Я думаю, блин, какой же я просто ублюдок. То есть я девочке понравилось. Она со мной целовала. Даже пустила себе в душу. А пацаны тебе как аргоментировали это? Просто потому что типа... Они просто завидовали. А, ну понятно. А я дебил повелся на это. Потому что они были старше, типа круче. Мне нравилась девочка в университете. Я к ней подбивал постоянно в течение двух месяцев. Мы в кино ходили, там кушали, гуляли. Целовались. Но конкретно к сексу никак не доходило. Я даже у нее в квартире был. А у тебя уже был секс тогда? Да, да. Это было в университете. У меня был курс второй. Ну, наверное, она морозилась или что-то мне хотело. Позже я понял почему. Мы с ней там уже перестали общаться. Потому что ну никак. Я так понял, что она просто меня морозила. И видимо использовала в своих каких-то целях. Оставался на расстоянии, да? Я просто в универе был типа главой штук парламента. Там типа... А, ты был при должности. Да, это раз. А во-вторых, я был капитаном команды КВН. Да? Я люблю тебя. Ну я больше хочу, чтобы ты меня в КВН взял. Ой! Вот так это и было. Прошло полгода. Мы с ней там не общались уже почти. Мы поехали тусоваться с ребятами на датчик моему другу. К Тохе. Козову приветствую говоря. Он устроил такую крутую пацанскую тусовку. У нас было 5 чуваков. Дофига водки. Там был бассейн. Был большой дом. Машины. Квадроциклы. 4 дня были пацанской движухой. Потом решили, давайте пригласим. Может поедим что-то, да? Давайте кого? Давайте пригласим девчонок. Я так понял, что там Тохе тоже нравилась эта девочка. Но он уже понял, что у нас ничего не будет. Поэтому пригласил он ее и ее подругу. Сидим, выпиваем вместе. Уже я бухнул. И чуть-чуть, знаешь, такая какая-то грусть у меня. И злость на нее. То есть ты на нее обижался за то, что она просто... Не, потому что она меня... Я был уверен, что она меня использовала для своих целей. Я правильно, блять, понимаю? Мы разделили, блять, белок от желудка. Да? Чтоб ты его сейчас смешал? Ты реально? Так это и делается. Ага, окей. Другая консистенция получается, когда сбиваются отдельно. Уже подбухнул. Был такой зло. Я говорю, Наташа, она приехала на машине. Дэву Матис. Там мне нужно прокатиться, да? На машину. Ну, конечно, она понимает, что я бухой. Понятное дело, она мне говорит нет. Я говорю, Наташа, ну что вы не последние люди? Я решил машину спиздить, короче, у нее. Не дала. Накажу. Я был молодой. Я дурачок. Хулиган. Хулиган. Глупый. Пьяный. Село. Ночь. Романтика. Все было круто, извините, что потратил наше время. Ну и, короче говоря, очень хотелось прокатиться пьяным. Ну блин. Понятное дело, что... Ну блин. Так ты тебя оправнишь уже? Ну блин, ребят. Что, никого не было что ли, нет? Никто никогда не хотел застрелить человека. Да. Ну блин, камон, захотелось. Стырил я у нее ключи, короче говоря. Подговорил Антоху. Ну и сидим, уже едем пьяная мы. Ехали, конечно же, быстро. Не было машин. Мы понимали, что это село. Понимали, что там можно покататься. Мы не справляемся с управлением в повороте. Летим в бровку. Чтобы мы не перевернулись, я выравниваю руль. И просто так вот на бордюр мы вылетаем. Черпаем кучу крик-крежет какой-то штук, что-то отвалилось. Гам. Вот так мы подпрыгнули на машине. Машина глохнет, мы встали. Офигевшие просто вот так вот вышли. Перекурили, конечно же. Внешних никаких признаков аварии не было. Я посмотрел на днище, и я вижу, что какая-то хрень висит с машины, свисает. Это была защита. И глушитель отвалил. А это была именно ее машина? Это была именно ее машина. Кошмар. Да, ужасная история, на самом-то деле. Честно, если ты меня сейчас видишь, прости меня, пожалуйста. Меркантильная тварь. За то, что не едала мне когда-то. Понятно, поняла? Девчонки, знаете, не дай бог, Лера. Ты мне не едашь, и у тебя будет машина. Мы приезжаем, просто тяжело было не спалиться, потому что хрустела металлическая хрень по асфальту. Вот так. Я ей сразу говорю, да, так и так. Ну, было, с кем не бывает. Разбил машину, завтра поедем чинить. Мы утром просыпаемся. Все нормально, поехали, мы починили машину. Короче, 200 баксов, я ей висел до позапрошлого года. Серьезно? Такая вот история. Давай вторую. А, вторую сразу же давать? Да, давай. Но это связано с сексом и сестрой. Нет, 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 нет. Это шутка. Так получилось, что мы семьями дружили. Чем дружили? Семьями, семьями дружили. Родителями друг друга. Конкретно семьями. Да, хорошо. Все вместе, по отдельности с ней дружили. Когда в семье собирались, все и дружили. Большой семейный праздник. Бабушки, дедушки, ее день рождения. Там и парочка ее друзей, и я. Ну и короче говоря, у нас не был роман. Мы с ней не встречались, но иногда... Подожди, я пропустил с кем? С сестрой? Нет, блядь, какая сестра? Просто подруга. Как тебе объяснить? Нет. Человек не родственник. Нет, это была шутка, да. Просто подруга. Мы дружили семьями. Все, я понял. Мы близко общались с самого детства. Мы примерно одного возраста и родились, там, с разницей в один год. И с самого детства мы дружили. То есть ты на год старше или младше, правильно? Да, получается так, да. И дружили мы с самого детства. Ровно с 0,5 лет. Да, да, да. Познакомились, когда мне было 2 годика, а я один. Ребята, нахуй, кому я историю рассказываю? Антон оближет пальчик и будем так. Да, да, класс. Нахуй, блядь. Мы дружили семьями. Хорошо, давай сначала. Привет, Тон. Привет, Тон. Короче говоря, где была девочка, блядь, нахуй. Да что ж такое, пацаны? Вы можете просто послушать хребаную историю. Хоть бы там не было еще про семьи. Может я просто... Тон, что ты делаешь? Давай, давай, давай. Стой здесь. Только холодильник трусит. Я палюсь. Видно, что я смеюсь. Короче, все, давайте. У него слеза. Он плачет конкретно, блядь. Он конкретно ревет. Давай, расскажи. Да, да, есть своя подруга. Мы не дружили с семьями. Кстати говоря, она вообще не знакомый мне человек. Сука, я не могу. Это просто какой-то пиздец. Меня не ва. В ресторане мы отмечали день рождения моей подруги. У нас был небольшой роман. Нормальная штука какая-то, блядь, в холодильнике стоит. Ты готов слушать дальше, да? Да, рассказывай. Я вообще нормальный. Я не сентиментальный вообще по сути своей. Давай. Мы с ним мутили. С кем? Сука. С подругой детства, кстати говоря. Да. Иногда был у нас перепихон. И, конечно же, на день рождения, когда мы выпили, нам тоже захотелось. Мы пошли в туалет. Ну, и нас не было, ну, минут 20 нас не было. И почему-то мы, дураки, не задумались, что там можно стоять. И ждать, пока мы выйдем оттуда. Я выхожу, она выходит за мной, и там стоит ее бабушка. И она такая смотрит на нас. Я решил, что лучшим это может быть отшутиться. Я говорю, да, конечно, секрет у тебя, конечно, такой смешной. И ухожу просто. Типа она мне секреты в туалет рассказывала. Вот такого ребенка обмануть можно так, да. Да. А сколько лет вам было? Лет 19 вас. Ну, это умно для 19 лет. Дядя, какая секрет. Вот. Ну, короче говоря, я уверен, что она все поняла. Но это было очень стыдно. Мог быть кто угодно. Ладно, лучше, чтобы не батя, на самом-то деле. Твой или ее? Ну, ее, понятное дело. Свой-то бы респектнул. Он говорит, хорош. Оп. И такой, и малую. Оп. Третий курс универа. Буквально лет пять назад, наверное. Ну, недавно. Я уже был чувак с головой вроде как. Так вышло, что у нас было три подруги. Девчонки на курс ниже. И три друга. И так вышло, что мы много дружили. Как-то часто общались. Просто дружили. Да, дружили, тусовались. И как-то так вышло, что мы начали бухать самогон у них в квартире. Регулярно. Третий курс, чуваки собираются. Регулярно? Каждый день? Каждый день. Собираются на квартире у девчонок. И бухают зеленый или красный самогон, который чувак вообще не варит. Варит, варит. Варит, варит. Только я имею ввиду, что девочки с пацанами не пересекались в тот момент. И у нас были гоупрошки. Зачем-то в тот момент. Что? Я снимал какой-то пранк, по-моему, тогда. Ой, ну и мы решили все это снимать. Мы снимали челлендж, который ты закрываешь камеру, появляешься в другом месте, когда открываешь и закрываешь. Магазин. Склейка кока-кола. Склейка квартира. Склейка мы чокаемся. Склейка мы все сосемся просто толпой. Так вышло, что мы там, ну каждый с каждым целовался, короче. Такое было хмельной угар. Все хмельной угар назывались, да. Я решил, ну что пропадать там, ну, материалу, смонтирую. Просто для своих показать, чисто для внутреннего круга. Я смонтировал это видео и решил загрузить ВКонтакте с закрытым доступом, чтобы только я мог его видеть. Не случайно, наверное, конечно же. Естественно, это видео каким-то образом попало куда? В группу ВКонтакте нашего универа. Опубликовали на стену его прям. Да я знаю этих пацанов, это сообщает, Саня и Мурафа. Нормально висите, пацаны, я поступаю в клубки. И подаватели троеточие поставили какие-то, наши одногруппники ссылки на нас побросали, чтоб все поняли, что произошло и кто это сделал. Мы заходим в общагу, все на нас смотрят, что-то пальцами тыкают. Таким образом видео попало в универ, набрало 10 тысяч просмотров. Нас потом всех год еще ассоциировали с этим приколом. Я думал на самом деле, все закончится порнухой. А вы просто целовались или было больше? Ну целовались, некоторые больше, но я не снимал. Вы тоже все вместе типа была групповая групповая сеть? Нет, не было группового сеть. А просто потом разошлись? Да, все расходились по своим комнатам и кем был увлечен, тот тем и занимался. А они менялись потом? А я уехал домой. Ну ты просто снял? Нет, я тоже был. Что я делал? После тусовки нужно было стаканы убрать, кровать застелить. Я чисто. Ладно, друзья, смотрите. У нас уже готова шарлотка в принципе. Мы сейчас сделаем духовой шкаф. Разогреем. Сделаем духовой шкаф. Конкретно вторая рубрика. Первая рубрика. Готовим шарлотку. Вторая рубрика. Готовим духовой шкаф. Так говорят. Говорят духовой шкаф. Подготовим духовой шкаф. Холодильная коробка не интересует тебя сзади, Руслан? Это так называется, блин. Честно? Да. Трубная водоподавалка. Духовой шкаф. И ставь туда шарлотку. И пока она там будет готовиться, мы сейчас сядем и продолжим нашу историю. Давайте так и сделаем, Руслан. Давайте. Поехал я как-то в другую страну, где легализована проституция. Их очень много, этих стран. И я поехал в одну из них. Знаешь, как бы этот ролик выйдет после прошлого ролика. А в прошлом ролике есть очень яркий намет в какой стране. Не обязательно. Ты был. Итак, я в отношениях с девочкой недавно. И я поехал в одну страну. Подтусить, повеселиться, оторваться с другом и так далее. А там проституция легализирована? Кстати, легализована проституция там, да. Мы гуляем, мы ходим с этим другом по городу. Гуляем в городе, в котором легализована проституция. Интересуемся, сколько это стоит. Даже выбираем конкретных личностей, с которыми было бы интересно повзаимодействовать. Проходим раз в восемь один и тот же квартал, потому что никто не нравится. И все-таки мой друг останавливается на одном человеке. Выбирает, идет, реализует все, что он хотел. И возвращается и говорит, да, все работает. Заходишь, платишь, получаешь услуги, выходишь. Подожди, стоп. Я немножко сейчас начал... Что такое? Немножко нервничаю, когда ты рассказываешь эту историю. Во-первых, я знаю эту историю, немножко он рассказывал. И там друг очень сильно смущался, сомневался очень долгое время. Он тебе рассказывал, да? Чего ты так за него паришься? Левый тип для тебя вообще. И вот, там вот друг был, и он очень тоже сильно долго сомневался. Он побоялся, и не произошло до конца все так, как он хотел. Откуда ты знаешь? Он тебе все рассказывал? Друг очень твой болтливый был. И он просто вышел, и такой, типа, все, все нормально. А, да ничего не было, но он банул друга. Было чуть-чуть, но не так, как все подумали. А там было совсем чуть-чуть, чуть-чуть. И друг очень сильно себя винил, и чувствовал себя плохо из этого. Все, давай, продолжай. Я не хочу. Это было признание друга какого-то, который тебе тоже что рассказал. И друг вышел и сказал, да, это действительно работает. Он сказал, не было одушевленно. Он сказал так, как будто ему стыдно, и так, наверное, и было. Да? Так и было? Да. Друг говорил, да. И мы прошли еще восемь кварталов точно так же. Обошли квартал еще восемь раз, чтобы найти теперь мне подходящую девочку. И мы ее нашли. Она красивая? Да, да. Из всех пятидесяти вариантов, это была самая красивая. Вдруг просто детально с историей описывал. И я зашел. Один. За 50 евро. Сама суть этой истории, самая главная фишка в том, что я был в этот момент в отношениях, которые начали создаваться, и мы там были вместе уже, не знаю, пару месяцев. И я позвонил и говорю, перед этим, как мы пошли туда. Мы хотели просто сходить, но если вдруг что-то будет планироваться, чтобы я все проговорил. Сохранился, да? Да, сохранился. И я говорю, привет, как дела? Настя, выдуманное имя. Такое дело, мы просто в Амстердаме. Мы просто в стране, где легализована проституция. Вот мы сейчас с другом хотим пойти посмотреть на этот район. А что, если я схожу к проститутке? По-маленькому, знаешь? Не на полную сторону. По-маленькому. Какой ужас. Я получу не полный спектру слух, а всего лишь начальный этап. Самый простой, так сказать. Ты не против? Она говорит, ты же шутишь, да, ты прикалываешься. Конечно, я не против, все в порядке. Я говорю, честно, да? Она говорит, ну да, конечно, вообще без проблем. Ну я и пошел. Зашел, все сделал. Мне не понравилось. Она отработала 50 евро, я честно скажу. Без души, без чувства, без толка, без расстановки. Это было сделано. Я вышел, звоню, говорю, ну слушай, мне не понравилось. С тобой круто, блин. Я хочу быть с тобой. Это все отстой. Шлюхи не для меня. Ужас какой. Она говорит, куда ты ходил? Я просто не прочитал ее сарказм и что она, оказывается, никуда меня не отпускала. Но после этого мы еще повстречались неделю. Поэтому в отношениях всегда порядочные шлюхи. Это не расстраивает отношения. Это их только укрепляет. Подписывайтесь на канал. Был я с другом в стране, где разрешена проституция. А просто я только что рассказывал, что-то подобное. Просто похожие истории. Ну, короче, мы были там, веселились, гуляли, гуляли, гуляли. Проходили мимо этой улицы, где все предоставлено. Там красные фонарики. Сразу скажу наперед, мне за это очень стыдно. Это зашкварноество. Это было после первого развода. Мне хотелось, чем больше грязи, тем лучше. Я тогда первый раз попробовал многие штуки, короче, в жизни, которые никогда в жизни не пробовал. Наверное, пробка. Ну, как-то, знаешь, такое настроение было, вот, максимально, вот, чем жестче, тем лучше. Бил постоянно адреналин какой-то. И вот я думаю, блин, я нашел девчонку какую-то. Она была симпатичная, на удивление. И я думаю, блин, я зайду к ней. Дорогая? Они все 50 евро. Очень много, конечно, сходства. Ну, морально понимаю, что это все. Это уже, ну, это дно. Я думаю, я должен это дно сделать. Потому что я всю жизнь был хорошим, я был хорошеньким, я был паинькой. До 25 лет вообще у меня никого не было, ну, кроме одной девочки. Страшно, да, ну, просто, ну, до невозможности. Прям это для меня сильный слом, вообще, всего, парадимы. Она говорит, иди в душ. Я иду, что-то там как-то моюсь. И я потом прихожу к ней, и она такая, типа, берет, надевает защиту мне. Конкретно, щит, доспехи. И говорит, как ты хочешь. Я очень боялся секса, потому что думаю, блин, ну, там миллиард человек было, типа, до меня. Ну, типа, мало ли, действительно, что может случиться. Я говорю, просто, типа, вот, что-то сделай. Я такая, почитай книгу. И она такая, говорит, хорошо. И такая, руками делает. И говорит, откуда ты? Я сижу. Она говорит, я с Украины. А ты что? Из Кима. Она говорит, а я оттуда-то, оттуда-то. Классный рюкзак, кстати. Блин, где ты был? А что она карты тасует? Что это она делает? Карты. А это... Шарлотка готовит. Готовит Шарлотка и говорит, а где ты купил такой рюкзак классный? Майкл Корс. Ой, какой классный рюкзак. А я себе искал. И это все происходит в момент. Я сижу такой, знаешь, как космонавт, готовлюсь в лету. А мне страшно. И все, я все. Я падший человек. Понимаешь, у меня в голове. А я искала такую, искала. Не могла ее найти, короче. В Киеве нашел там втором центре, купил. Какой ужасный диалог. И потом я от страха, у меня это происходит. И происходит быстро. Ну, достаточно быстро. Я такая смотрю на... Хм. А ты быстрый. Мало того, что я пошел на самое дно. Это было еще и так, ну, типа... Заплатил за это 50 евро. Заплатил за это деньги, да. Еще так это было, ну, как-то мерзко, знаешь. Еще и меня и унизили в конце. Что ты извлек из этого урока? Я понял, что... Портфель реально крутой. Во-первых, топовые портфели. Что там нет Майкла Корс портфелей, да. А во-вторых, я понял, что это не моя тема вообще. Нет, ну, в плане не зашло мне вообще абсолютно. Вот честно скажу, не так, чтобы типа оправдаться, еще что-то. Самые лучшие моменты интимные в жизни у меня были тогда, когда я был прям в очень глубоких отношениях. Когда там было что-то как-то. Все равно оно грязное. Это как вот клубнику ты ешь зимой, она вроде клубника, но не такая, как с грядки. Ну ты понял? И ты типа обнимаешь человека, лежишь там с ним вместе и... Чувствуешь, что он реально в теплице выращен. Да, пластиковое, все такое, ну, пластмассовое, знаешь, как вот... Ненастоящее. Я понимаю прекрасно, что многие в своей жизни, большинство мужчин пробовало хоть раз... Не оправдываешь. Не оправдываешь. Нет, не оправдываю никого. Я пробовала хоть раз там секс за деньги. Я не думаю, что большинство. Очень жесткая история. Жестче наших? Я думаю, да. О-о-о-о! Класс! О-о-о-о! О-о-о! Кому? Компанией. Которой, да, с которой мы там висели. Я пошел за водой. Уже сезон закрывался, ничего не работало и мне за водой нужно было реально идти далеко. И я как, ну, друг, хороший друг, побежал реально пьяный за водой. Убегая в маленький сверик, мне задела подруга, она такая... Я такой... Раз, поворачиваю голову, а она такая... И вот такие вот непонятные движения какие-то... Я шел в одну сторону, и у меня были купюры. А там был автомат, я нашел по дороге автомат с водой. Но там только монеты принимались. И мне нужно было купюры поменять на монеты, чтобы... Я серьезно говорю, я вам клянусь. Она мне сдачу отсасывала, да? Я возвращался обратно, ну и нам это прочтут, как они все говорят. Меня зазывает, Тони, Тони, типа 20 евро. Дешевле, чем у нас. У кого у нас? С тобой. И она показывала... Один из слова, которое я знал на английском, это был секс. Все остальное я говорю, hello, говорю, how much? Она такая, секс, секс. И она телефоном... Встань, пожалуйста, я покажу тебе. Я тебе... Блин, я такой умал. И она хотела возбудить. Я такой говорю, не-не-не, я говорю, I need to change money. Она такая, тони, тони, тони. Я говорю, no, no, change, change, I give you купюры, you give me coins. For water. Вот так я говорю. Она вообще не понимает, ну вообще ни в какую. Я, короче, стою, стою, стою и думаю, нахуй у тебя хотя бы. Раз ты такая тупая. У нас не было всей секса, у нас не был только оральный секс. Ага. Понятное дело. Понятное дело, ну вот. Фух, какой ужас. То есть ты сгонял за водой? Я сгонял за водой. Я сгонял за водой. Нет ощущения, что в твоей истории все, ну чуть-чуть, блять. Он попал в обстоятельства, в которых точно нужно было отсосать. Ну пьяное бывшее, ну смонтировать видео. Ну надо было обстоятельства. Тут типа... Все обстоятельства против него, да? Купить воды друзьям. На самом-то деле... Разбудил рецепшиониста, да, и сказал, что она плохо ребятам. И он налил с кулера воды. И я понял, что реально я всю эту дорогу делал только ради секса. Ты воды не привез? Я без воды вернулся, потому что у меня... Ты вышел, чтоб тебя отсосали. Я все 20 евро, ровно 20 евро. Какой ужас. Ровно 20 евро, которые у меня были, и я потратил. Какой кошмар, нас заблокировал дахрен на этом ютубе. Я реально понял, что я быстрее закончу с ней. Пойду домой, возьму опять монеты и вернусь в магазин. Такой молодец, ну бравый солдат. Антон Скуратов, ваш финансовый директор. Самое рациональное использование средств из всех. 20 евро на воду, он потратит на шлюху. Я не говорил, как на 50 евро потратил только. Это в два раза дорожек, кстати говоря. Но я не планировал идти за водой. Ой, приготовилось, да? Получается. Нормально выглядит. Ну, прикольно. Короче, у нас нечего пить, и у нас есть только вот чуть-чуть воды. Я купил пиво и рыбу, когда сам попросил купить молоко и сок. Ну что, пробуем? У меня еще одна история. Давай, расскажи. Сгущенка связана. В Одессе на Лиге смеха был отборочный тур. И была максимальная тусовочная атмосфера, потому что мы прошли в эфир телевизионный. Мы уже были бухнуши, радость, уже висели страшно. Висел весь отель, в котором проходил весь этот фестиваль. И девочка, моя знакомая, знакомит меня с другой девочкой. И говорит конкретно, она хочет с тобой секс. Вот так. И говорит, Антон, ты хочешь ее или нет? Вот так вот. А мы стоим друг против друга. Мы пьяные. Она стоит прямо здесь. Вот она тебя хочет. На тот момент, когда я был выпущен, она была вообще красавица, если честно. Я говорю, ну, идем пообщаемся. Пошли гулять к морю. Просто решили пообщаться. Слишком длинная подводка для ситуации, когда человек уже прямо о тебе говорит. Я, кстати говоря, очень не люблю секс ради секса. Это вкусно. Реально вкусно. Мне больше нравится, ну, как ты правильно сказал, секс в отношениях, он гораздо приятнее и интереснее. Вот. Я не могу, я не буду, я буду жевать. Окей. Офигенно. Очень вкусно, я в шоке. Идем мы по набережной, и она как-то так невзрачно говорит, а мне давно хочется сделать кому-то мене со сгущенкой. Вот она прямо вот так вот и говорит. Мне давно хочется? Да, да, да. Я такой, так а что же мы стоим? А что это за девочка такая? Она только это договаривает, уже такси подъезжает. А мы на праздне стоим. Да, да. Вот такси закончилось, мы поехали в отель, я купил сгущенку, мы выходим. И все так произошло? Мы выходим с магазином сгущенкой, переезжаем. Это максимальная неловкая пауза в кровати, когда сгущенка, я голая, она сидит. И все произошло? И все произошло. Ого, сладненько. Где-то седьмой, восьмой класс. Нет, позже. Девятый, наверное, десятый. И я уже нормально целовался плотно. Была одна девочка, с которой я начал встречаться. Она была младше меня на пару лет, мы с ней повстречались, поцеловались. Но до большего дела не доходило, и я понял, что ей не дойдет. Но я всегда был такой ответственный, я же с ней встречаюсь, не могу я с ней расстаться только потому, что она меня не дает. И там я понял, что не будет получаться еще долгое время по причине вероисповедания ее. Вот. И я понимаю, что ладно, надо как-то расставаться, но как же это делать лояльно? И я беру ее телефон как-то вечером. Бога нету, так? Пишу сообщение к какому-то типу с ее классом. Привет, я тебя люблю, давай встречаться. Прихожу на следующий день, это день Святого Валентина. Дарю ей Валентинку, я говорю, спасибо тебе за все, я все знаю. И ухожу. А там написано, с тобой было классно. И все, и после того мы просто никак не пересекались. То есть ты ее подставил сам? Да, я написал с ее телефона. Ты соинициировал измену? Абсолютно верно. А как думаешь, она ответила ему что-то? А если там уже не все хорошо. А прикинь, свадьба, да? Ты реально им сделал будущее, прикинь. Короче, машина, и мы поехали, какой-то играл между нами. Ты не сказал, что мы поехали с девушкой? Ну с девушкой, да, которая была тогда. Когда эта история случилась? Да. Короче, с девушкой. Сука. Это именно когда хочешь рассказать историю, но чтобы никто ничего не понял. Ну, что-то там. Это казаки. Казаки. Но. Если так думать, то. Геополитическая ситуация в стране. Пожалуйста. С другой стороны. Машина. Я ехал за рулем, она ехал рядом. И она такая, типа, ко мне туда-сюда, ручки мне кладет. И я сворачиваю в такую, типа, парковую зону. Целуемся, целуемся. Пересаживаемся на заднее сидение. И теперь она едет, а я сижу справа. А я сижу сзади. Я ее раздеваю постепенно. Сам еще в штанах. Она уже голая. И в какой-то момент я вижу, много фонариков в машину светит. Я такой офигевший. Что происходит? Смотрю, а там четыре мужика в бронежилетах с автоматами. Просто стоят вот так вот. Направили автоматы на машину. И стучит мне, типа, в окно. Выходи. Я на голое тело накидываю пальто. Ты как машина вообще из машины? Да. Ну, мужики стоят с автоматами, ну, слышишь? Я немножко обосрался, ну, типа. Я говорю, типа, а что такое? Они говорят, ну, непристойная поводинка, общественное место. Я говорю, а какое общественное место? Я говорю, тут вообще. Я в парке, блин. В машине своей. Не, ну, там лес. Ну, там реально, ну, там никто никогда не ходил. Вообще окон тонированы? Да, окон так, тем более. Я говорю, пацаны, вы что гоните? Вы что же пацаны? Ну, типа, ну, не... Не гоните. Не гоните. Реально, ментант так тоже можно говорить. Да я торгуешь малю. Вы что, блин? Никогда не курили, слышишь? Они говорят, пусть девочка выходит. Я говорю, куда она выйдет сейчас? Пусть она выходит. За меня, прикиньте. И наконец, пацаны на предложение идут. И все. Юля хлопает. Я говорю, нет, ну она голая, куда она выйдет? Она говорит, нет, выходит, мы будем составлять протокол. Я говорю, пацаны, вы издеваетесь? А я смотрю, что они, типа, и угрожают, и как бы не забирают. Если бы хотели реально там забрать, то они уже... Не за что, вообще не за что. Помню. Уже бы забрали давно. Я говорю, так, давайте, говорю, ну, что, как? Типа, надо что-то дать? Они говорят, ну да. И тут происходит самая конченная ситуация в моей жизни. Потому что мне перед этим дали гонорар за рекламу. И у меня лежала вот такая пачка пятисоток в кармане просто. Я не знаю, почему, я просто ее засунул в карман. В кармане ты живешь. Просто в кармане он. Просто у меня на сексе хотел, чтобы бабки были рядом. Возбуждается, как видно. И я, короче, засовываю руку в карман, пытаюсь достать одну купюру, и у меня вываливается вот так вот, понял? Ну, не знаю, ну ты же там, ну, много, короче. Вот так вот, все, вываливается просто. И они такие, в четвером, начнут, как раз. Я думаю, твою ж мать. Ну, еще, еще есть за что доить. И в итоге мне пришлось просто дать в четыре раза больше, чем я планировал изначально. Две тысячи ты дал. Около того, что... Я бы стал бы таким матом. У меня просто была ситуация, когда ко мне реально копались. Ну, во-первых, подожди, во-первых, мне было жалко... Пацанов. Нет. Пиздень. Человека, который... Автоматы тяжелые. Человека, который был со мной. Ну, типа, я не могу допустить того, чтобы над ней как-то издевались или смотрели на нее. Легче было так делать. Дорогие. Дорогие. Ну что, друзья, у каждого я скелетный шкафу просто мы сегодня свои немножко приоткрыли. И спасибо все равно, что вы нас любите и принимаете. И напишите в комментариях вообще, как вам это шоу, что вам понравилось, что не понравилось. И всем тем, любви. Будьте всегда с любимыми. Вот будьте с любимыми. Это самое... Всем шлюхами. Да, так и есть. В том числе. Все. Всем спасибо. Пока. Ну что, поехали по шлюхам? Угу.